Вот она головная боль жителей новостройки на улице Пирогова, проржавевшая волка со спущенными колесами. Словно в насмешку автохлам брошен прямо посреди дороги и теперь его ежедневно можно наблюдать из каждого окна пятиэтажки. Жители говорят, этот непрошенный сосед появился здесь около двух лет назад, как раз в то время, когда новоселы въезжали в свои квартиры. С тех пор Волга занимает парковочное место, перекрывает вход на детскую площадку, а зимой еще и мешает работе уборочной техники. Автовладельцы в этом дворе стараются ставить машины так, чтобы можно было проехать специально до съезда и после съезда. Ну, по возможности, бывает, конечно, закрывают, но не так, чтобы закрыли уже почти два года. Зимой здесь трактор, когда проезжал метров за 10, объезжал до метров за 10 после. Было много снега достаточно и автовладельцы выходили, сами разгребали снег лопатами, так как занимает место, соответственно, люди на пустыре там раскапывают себе место, чтобы поставить свою машину. Она занимает парковочное место и дети, когда играют, постоянно туда залетают игрушки, мячики. Приходится мамочкам ползать под машину. Соседи здесь дружные, за уютом во дворе следят постоянно. По весне высаживают цветы в клумбы, мусор складывают в урны, а любые поломки на детской площадке устраняют собственными силами. Только качели ремонтировали уже три раза, а вот с автохламом поделать ничего не могут. Обращение в мэрию, в госавтоинспекцию результатов не дали. В преддверии зимнего сезона к хлопотам жильцов присоединились и местные коммунальщики. На каждом подъезде развесили объявление с просьбой убрать гниющий автомобиль. Но оказалось в этой истории не все так просто. По этой машине могу сказать следующее, что было поручение о проведении проверки ГИБДД. Значит, был установлен владелец, который в настоящее время скончался. Сотрудникам ГИБДД был дан исчерпывающий ответ. Сейчас настоящий момент. Да, мы разбираемся по заявлению. Заявление от граждан поступает. Мы, значит, устанавливаем конкретное лицо, кто у нас следовал после смерти владельца автомашину. Проводим с ним беседу и решаем вопрос о эвакуации машины. Получается, жителям не нужно было искать обходных путей, а стоило сразу пойти в ближайший опорный пункт и в письменном виде изложить все свои претензии участковому. В ГИБДД такой путь борьбы с автохламом также называют кратчайшим. Если автомобиль бесхозный стоит во дворовой территории с номерными знаками, с государственными регистрационными знаками, то бишь автомобиль есть возможность идентифицировать, соответственно, вы можете позвонить в дежурную часть ГИБДД, сообщить об этом, либо вы можете позвонить на телефон доверия управления ГИБДД 304376. Если автомобиль или транспортное средство идентифицировать невозможно, соответственно, вы обращаетесь в территориальные органы внутренних дел с заявлением. Жители новостройки уже готовят заявление в полицию и обещали нам сообщить, поможет ли это избавиться от надоевшего всем брошенного авто.